В сегодняшнем уроке мы научимся спрашивать время на турецком языке и отвечать, когда нас об этом спрашивают. На самом деле мои подписчики уже давно просят, чтобы я сделал такой урок, но для того, чтобы это было не зубриловкой, и чтобы была понятна структура предложений, когда мы называем время, я должен был сначала пройти тему настоящего времени, тему падежей и тему изофетов. Ну и вот сейчас, так как мы закончили уже с падежами, мы можем сделать такой урок, в котором будет все понятно тем, кто просмотрел все предыдущие мои уроки. Для начала несколько терминов, которые мы можем использовать, когда говорим о времени. Самое главное слово. Саат переводится как часы, подразумевается физические часы. Можно перевести как час, то есть промежуток времени, который состоит из 60 минут. И также мы можем еще говорить саат как время. Часовую или маленькую стрелку на турецком языке называют акреп, у которой еще есть второе значение, как скорпион. И минутную или большую стрелку называют ель кован. Возможно, это вам и не нужно будет, большая или маленькая стрелка на турецком. Но, может быть, вы где-то с ними столкнетесь и будете знать, что речь идет о стрелках на часах. Дальше. Дуар саат и на стенные часы. Вообще, слово саат это не чисто турецкое слово, поэтому здесь идут две гласные рядом. И оно не подчиняется правилу гармонии. Как вы видите, после твердых гласных может идти мягкая гласная. Дуар саат и на стенные часы. Еще у нас есть кол саат и, что переводится как наручные часы. Кол рука, саат часы, наручные часы. Кол саат и. Есть у нас будильник, который по-турецки будет чалар саат. Чалар это то, что звенит. Часы, которые звенят. Тоже изофет. Чалар саат. В русском языке будильник, но в турецком языке получается звенильник. То, что звенит. И еще у нас есть кум саати. Переводится как песочные часы. Кум песок. И здесь у нас изофет. Кум саати. Песочные часы. Чтобы спросить, сколько время, мы говорим саат кач. Кач это сколько. Саат это у нас часы, время. Саат кач можно перевести как сколько времени или который час. Кроме этого, когда вы будете находиться в Турции, вы можете еще услышать, что турки спрашивают так. Саатин кач. Что будет переводиться как который час на твоих часах. Или саатин. Твои часы. И кач сколько. Как бы сколько показывают твои часы. И вариант еще есть саатинис кач. Что будет переводиться как сколько показывают ваши часы. Саатинис ваши часы. Которые час на ваших часах. Когда так используют? Так используют, если человек, с которым вы разговариваете на ты или на вы, находится где-то рядом с вами. И вы точно знаете, что у него есть часы. Или видите, что у него они есть на руке. И тогда я спрашиваю саатин кач или саатинис кач. Точно так же могу спросить. Т.е. если мы видим, что у человека на руке есть часы. Мы спрашиваем, если на ты разговариваем с человеком саатин кач. Если на вы. Саатинис кач. Если же мы видим, что нет часов и просто спрашиваем. Или мы можем не знать, есть у него часы или нет. То мы спрашиваем саат кач. Это нужно знать, потому что вдруг, скажем в Турции или какой-нибудь турок спросит у вас саатин кач или саатинис кач. И вы будете думать, блин, что же он такое сказал. Почему он так сказал, а не просто saad kac. Вот поэтому я вам объясняю, что такие варианты могут встретиться. Теперь давайте посмотрим, как мы отвечаем на вопрос, сколько времени. Если у нас часы показывают ровно, например, 1 час, мы говорим по-турецки saad bir, saad kac, который час или сколько времени, saad bir, 1 час. То есть вначале ставим слово saad и потом говорим просто цифру, которую показывают нам часы. Дальше, например, saad iki, следующий saad üç, потом saad dört, дальше saad altı, 6 часов, saad dokuz, 9 часов, saad on bir, 11 часов, saad on iki, 12 часов. То есть здесь все просто. Говорим слово saad и называем цифру, которая показывает нам часы. Теперь посмотрим, если у нас часы, минутная стрелка показывает 30 минут или половину. Тогда мы говорим, например, половина второго, нам нужно сказать saad bir buchuk, что будет переводиться как один с половиной. Buchuk это как бы половина, saad bir buchuk один с половиной. То есть здесь вот есть разница. В русском языке мы говорим половина второго, а турки говорят один с половиной, что будет означать одно и то же время. Ну, здесь как бы как стакан, да, который, например, в русском языке мы говорим, что половина не хватает, а турки наоборот говорят, что половина полная. Вот и получается, что у нас половина второго, то есть у двух только половина пока есть, а у турков идет один и еще половина до двух. Дальше, следующий, например, нам нужно сказать половина пятого. Мы говорим четыре с половиной или saad dört buchuk, что будет половина пятого. Следующее, у нас есть семь целых и еще половина, значит, saad yedi buchuk, что будет означать половина восьмого. И если у нас время показывает 12.30, то турки не говорят он iki buchuk. Турки говорят saad yerym. Yerym переводится дословно как половина. Вот там у нас есть слово buchuk, которое переводится как половина, но buchuk не может существовать сам по себе. Он всегда как бы придаток к чему-то, да, вот четыре и еще половина. А слово yerym переводится ровно половина. Она сама по себе всегда может просто, yerym существовать может. Например, yerym ekmek будет как пол хлеба. То есть половина хлеба. Она может быть без какой-то еще другой части, просто чисто половинка. Почему турки так сказали saad yerym? Конечно же, если вы скажете он iki buchuk, в принципе, вас все поймут. Но так никто никогда не говорит. Они всегда говорят saad yerym. Половина. Это возможно, потому что когда половина у нас первого, большая стрелка показывает на 6, а маленькая на 12. И получается как бы циферблат разделен точно на половину. И вот как бы прошедшая половина у нас, правая часть циферблата. И мы ее называем yerym. Половинка. Почему они не говорят еще он и кибучук, там или 12 с половиной, да? Ну, потому что вот смотрите, у нас, мы всегда в народе, когда люди разговаривают между собой, мы используем 12-часовой вариант названия часов, да? Мы же никогда не говорим по-русски, например, половина тринадцатого. То есть мы что говорим? Мы говорим половина первого. Вот и у турков как бы время получается до 12 идет, после 12 уже там нету никаких 13 часов. Ну, как бы 13-го нету числа, поэтому 12 с половиной не может быть. То есть после 12 все. Одна часть дня закрывается и начинается как бы вторая 12-часовая часть дня. И вот от нее всего проходит только половинка. Вот они говорят saad yerym. Это так, чтобы вы знали, вот такой небольшой нюансик. Дальше смотрим. Если у нас время, минутная стрелка на правой стороне циферблата. С правой стороны, если мы делим наполовину, да? И вот если с правой стороны у нас минутная стрелка, как мы говорим? Чтобы сказать 20 минут третьего, мы говорим saad yerymi geçer. Вот мы говорим в русском языке, что часы идут. Вот и в турецком языке тоже они идут. Смотрите, что у нас здесь получается. Саад, часы и берем глагол geçer, который будет обозначать проходить. Geçmek это глагол проходить и geçer проходят. То есть часы проходят yerymi 20-ю, подразумеваем минутами, да? 20-ю, учу 3. То есть цифру 3 проходят 20-ю. Сколько минутами, да? Расшифруем. Часы проходят 20-ю минутами 3 часа. И получаем у нас 3 часа 20 минут. Здесь мы, к слову, на которое показывает часовая стрелка цифрик этой, добавляем аффикс определительного падежа. Потому что у нас здесь, смотрите, saad geçer, часы проходят. Saad ne geçer. Вопрос определительного падежа. Мы определяем, что он проходит. Он проходит цифру 3. И поэтому добавляем аффикс определительного падежа, который у нас и, и, у или и. Здесь у нас уч с буквой и поэтому аффикс тоже и. Saad geçer. Ну, надеюсь, все понятно. В русском языке, смотрите, у нас будет 20 минут четвертого. То есть в русском языке мы все время до какой-то цифры идем. И мы называем точку отсчета, уже вот цифру, к которой часы как бы идут. В турецком же языке цифра идет от какого-то направления. Вот от этого направления мы всегда двигаемся, да. В русском языке 20 минут, которые принадлежат к числу 4. А в турецком мы прошли 3 часа 27 минутами. Вот получаем saad geçer. Дальше нам нужно сказать 10 минут 11. Опять 10 минут от 11. Как бы, а в турецком языке мы скажем, часовая стрелка у нас показывает 10. И часы у нас проходят. Проходят на сколько? Проходят на 10 минут. Получается, saad. Какое число проходим? On. Значит, saad onu. On. 10 минут. Следующий вариант, когда у нас время показывает 8.15 или четверть девятого. В русском языке мы говорим четверть девятого. В турецком же языке слово четверть будет переводиться как чей рек. И они тоже его используют, когда говорят про время. Ну и здесь, опять же, по турецкой логике, часы у нас проходят на 15 минут, то есть на четверть, на чей рек. И что проходит? Цифру секизи, восьмерку. И получаем saad, секизи, чей рек, кечер. Что на русском получается четверть девятого. Следующий у нас 5 минут седьмого. Мы проходим шестерку, алты. На сколько на 5 минут? Бещ. И получаем saad, алты, бещ, кечер. Ну, надеюсь, здесь будет вам все понятно. Сначала может показаться запутанным, но на самом деле все очень просто. И последний вариант. И рассмотрим, когда минутная стрелка у нас находится в левой половине части циферблата. Чтоб сказать, без 10, 5, мы говорим saad, бещ, он, вар. Давайте рассмотрим структуру, откуда, что у нас появилось. Вот смотрите. Здесь мы говорим, что до 5 часов. Это получается, мы используем направительный падеж. В направлении 5, бещ, и направительный падеж. У нас аффикс э или аффикс а. Здесь у нас э, поэтому бещ в направлении 5. Вар есть, он 10 минут. То есть, в направлении 5 у нас осталось 10 минут. Saad, бещ, он, вар. Опять видите логику? В русском мы говорим, что 5 не хватает 10. А в турецком говорим, что до 5 осталось 10. Надеюсь, здесь все понятно. Следующее. До 2 нам осталось сколько? Только 5. Значит, до 2 и ки е. Тут у нас будет между аффиксом и цифрой и ки. Соединенная частичка е. Это мы в падежах учили. И получается, saad и ки е до 2, бещ, подразумеваем минут, 5 минут. Вар осталось. Saad и ки е, бещ, вар. Следующий пример. Без 15 или без четверти 4. Опять же, здесь слово используем чей рек. И говорим, что saad до 4, направление 4, дёрдэ. Здесь слово дёрдь озвончается, последняя буковка тэ. И получаем дёрдэ. Чей рек. Четверть осталось. До направления 4 часов. Четверть минут осталось. Saad, дёрдэ. Чей рек, вар. Последний пример. Это у нас без 20, 11. До скольки? До 11. Значит, в направительном падеже он бире. Сколько осталось? 20. Значит, и реми. И получаем saad, он бире, и реми, вар. До 11 у нас осталось 20 минут. Вот так. Всё просто. Есть ещё, как бы нестандартный вариант, как мы говорим, время. Так мы можем сказать, когда у нас на часах показывает. В основном, обычно, когда цифровые часы показывают, люди, чтобы особо не думать, просто называют цифры. Или в официальном языке, когда в новостях или где-то говорят, во столько-то, во столько-то будет то-то, то-то. Просто называют цифры, как они есть. Ну, то есть, вот у нас 4.30, мы говорим, saad, dört, otus. 6.52 нам нужно сказать, да? Мы говорим, saad, alt, el, i, ki. То есть, мы здесь не говорим, без 8, 7. Мы просто называем цифры, как они есть. Saad, alt, el, i, ki. Следующее. 10.08. И вот мы точно так же и говорим. Saad, alt, el, ki. Если у нас после часов идут цифры от 1 до 9, да? Где 0 есть, то мы этот 0 тоже называем. Мы говорим не просто 8, а 08. Saad, alt, el, ki,, ki,, например. Следующее. Saad, el, ki, el, ki. 7.35. Saad, alt, el, ki. 13.50. Ну, то есть, когда мы так говорим, да? Вот у нас 13.50, получается, без 10.2. Вот чтобы не думать, что без 10.2. А сказать без 10.14, ну, так никто не говорит. Просто называют Saad, alt, el, ki, el, 13.50. И всем все понятно. И точно так же 12.30. Если вы не забыли, мы говорим как? По правильному говорим Saad, ya, rim. Но если не хотим думать, просто говорить цифры, мы говорим Saad, alt, el, ki, el, ki, el, ki. То есть, Saad, on, ki, buchuk. Как бы так не говорят практически. Ну, хоть и понятно, но это не говорят. Но могут сказать Saad, on, ki, el, ki, el, ki, el, ki, el, ki, el, ki. Что будет 12.30. Ну, у нас тоже так говорят, и все понятно. Теперь еще давайте посмотрим, чтобы спросить Saad, kaçta. Во сколько? Здесь мы используем аффикс местного падежа. Da, de, ta, i, te. Слово kaç заканчивается на глухую согласную, чей. Поэтому у нас аффикс та, сад, качта будет переводиться как во сколько или в котором часу. И как мы будем отвечать? Здесь у нас, в принципе, три варианта, как можно отвечать. Если у нас цифры ровные или круглые, да, это может быть, например, 5, 7, 11. И точно так же может быть 3, 30, 8, 30, там 12, 30, да, половина. То есть ровно или половина, мы считаем, что это круглые цифры. В этом случае мы к времени добавляем аффикс местного падежа, который у нас да, д или та, т, в зависимости от последней гласной, согласной. Эти правила я заново повторять не буду, вы должны уже это все прекрасно знать. И просто смотрим. 5 часов сад, беш, ну если спрашивают сад, качта, во сколько, значит получаем, добавляем аффикс местного падежа и сад, беш, т. Следующее, сад, еды, добавляем аффикс, сад, еды, д. В 7 часов. Сад, он, бир, де, в 11 часов. Точно так же, если у нас с половиной, например, сад, уч, буч, это у нас пол четвертого. И добавляем аффикс, получаем сад, уч, буч, та, в пол четвертого. Сад, ся, кис, буч, та, в пол девятого или в половину девятого. Сад, я, рым, да, у нас будет обозначать 12, 30. В 12, 30 у нас сад, я, рым, как вы знаете. И сюда тоже добавляем аффикс местного падежа и получаем сад, я, рым, да, все будут понимать, что это в 12, 30. А вот теперь, первое, если у нас минутная стрелочка с правой стороны циферблата, тогда у нас здесь немножко меняется структура. Когда мы спрашиваем на вопрос сад, качта, нам нужно ответить так, смотрите, 5, 0, 5, как мы должны сказать? Мы должны сказать, если просто называем время, сад, бещи, да, цифру 5, бещ, 5 минут, гечер, проходит. Когда же у нас спрашивают сад, качта, у нас глагол гечмек из гечер превращается в гече. Это вы должны запомнить. Вместо слова гечер мы говорим гече. Сад, бещи, бещ, гече будет переводиться как в 5 минут шестого. Точно так же, например, следующее, 7, 10. Вы сразу в голове думаете, как я это должен сказать? Я должен сказать, что время проходит 7 часов 10 минутами. Сад, еди, он, но вместо гечер мы говорим гече. Сад, еди, он, гече. 11, 15 у нас. Сад, он, бери, чей рек, гече. Четверть после 11. Да, сад, он, бери, чей рек, гече. 3, 20. Сад, учу, ири, ми, гече. 8, 25. Сад, секизи, ири, беш, гече. 12, 28. Сад, он, ки, ири, ми, секиз, гече. То есть, вместо гече, мы говорим гече. И если у нас минутная стрелка находится в левой половине циферблата, здесь у нас трансформация происходит слово var. Var у нас переводится как осталось. А еще есть глагол оставаться, который звучит как калмак. И мы здесь тоже выбираем мак, добавляем аффикс а. И вот у нас здесь 5.35 будет сад алтыя, то есть в направлении 6. Ири, беш, 25 минут. Если просто время мы говорим var, осталось. А здесь же мы говорим кала, что будет переводиться тоже оставаясь. Как бы по смыслу, да? Там, где у нас было предыдущее, например, сад, беш, и беш, гече. В 5 минут 6. Гече мы говорим, когда пятерку, когда 5 часов, проходят 5 минут. Проходя 5 минут. То есть в это время. А здесь же у нас говорим сад алтыя, ири, беш, кала, когда до 6 остается. Это тоже нужно запомнить. Там у нас трансформация от глагола гечер, гече. А здесь у нас вместо var мы говорим кала. И получаем сад алтыя, ири, беш, кала. Это без 25 в. Без 25, 6. Сад сякизя, ири, беш, кала. В без 28. Сад он ке, чей рек, кала. В без четверти. В 12. Сад дэрде он, кала. В без 10. 3. В 8.55. Сад докуза беш, кала. И 12.59. Сад бире. Одна минута, да, у нас остается до часа. Сад бире, бир кала. Здесь, возможно, поначалу немножко можете путаться. Но если будет больше практики, со временем вы привыкнете. И это будет все просто. Еще что у нас есть. Смотрите. Время. День. Да, мы можем разделить на такие образные. Когда у нас ночь. Это примерно с 10 вечера и до 4 утра. Потом у нас идет с 4 утра до 9 или где-то до 10 даже. Это у нас утро идет. Потом у нас идет дневное время. И где-то с 4 часов, вот уже вечер у нас идет, аж до, ну, где-то до 10 часов. Это вечер. Потом как бы принято считать, что это уже ночь. Когда бывает у нас время, если по шкале, да, вот 24-часовой, то, чтобы не называть, 18 часов, 19 часов. Когда мы так называем, то сразу понятно, вечер это или утро. Но когда мы хотим сказать, например, 5 часов, можно понять 5 часов вечера, а можно понять, что 5 часов утра. Да, не совсем понятно. И поэтому в таких случаях турки ставят перед временем название времени дня. Например, да, бывает Акшам Саад Беште. Ну, это на вопрос Саад Качта, во сколько, да. Отвечать можно. Акшам Саад Беште. Вечером в 5. Или Сабах Саад Беште. Чтобы точно сказать собеседнику о времени, чтобы он понял, когда именно, утром или вечером. Ставится перед временем слово Акшам или Сабахна. Например, в час ночи говорится ГЕДЖЕ СААД БЕРДЕ. Ночью в час. Но вот когда днем, можно сказать ГЮНДУС СААД БЕРДЕ. Ну, так обычно не говорят, так как это время обеда. То они говорят, бывает, что ЭЛЕЙН СААД БЕРДЕ. В обеднее время, в час обеднего времени. Или даже есть такое сокращенное, говорят ЭЛЕЙН БЕРДЕ. В час обеда. ЭЛЕЙН – это обед, БЕРДЕ – в час. Да, и не всегда в разговорной речи нужно говорить слово СААД. Если вы его будете опускать, то есть не будете его называть, все равно все будет понятно. Например, если вы скажете не АКШАМ СААД БЕШТЕ, а просто АКШАМ БЕШТЕ, будет понятно, что вечером в 5. Или САБАХ БЕШТЕ – утром в 5. Вот, например, следующее, да, утром в 4 часа или вечером в 4 часа. Мы говорим просто без слова СААД. Говорим, например, САБАХ БЕРДЕ – утром в 4. Или АКШАМ БЕРДЕ – вечером в 4 часа. Да, это уже всем понятно. То есть можно это слово СААД не называть. Когда мы говорим днем в 2 часа, еще, например, говорят так. Вот у них с 11 до часу где-то это время обедено, когда говорят ЭЛИИН или ЭЛИН. Ну, а уже после часа, уже время вроде бы как еще не вечер, уже после обедено. И они так и говорят ЭЛИДЕН СОН РА – после обеда. СААТ ЭКИДЕ – в 2 часа. После обеда в 2 часа. Вместо слова АКШАМ или САБАХ говорят ЭЛИДЕН СОН РА – СААТ ЭКИДЕ – после обеда в 2 часа. А если ночь в 2 часа, тогда говорим ГЕДЖЕЙ КИДЕ – или ГЕДЖЕ СААТ ЭКИДЕ. И так и так можно. Теперь, если у нас время 12.30, в 12.30 говорят ЯРЫМ ДА. ЯРЫМ – это 12.30, да, было, до этого мы смотрели. ЯРЫМ ДА – это будет обозначать в 12.30. Но если же вы хотите сказать, что ночью в 12.30, чтобы человек понял, говорят ГЕДЖЕ ЯРЫМ ДА. Получается, что как бы ночью в 12.30. Это значит не день в 12.30, а 0.00.30. То есть ЯРЫМ ДА у нас в 12.30, в 12.30. ГЕДЖЕ ЯРЫМ ДА – в 0.00.30. И еще есть такое понятие, как ГЕДЖЕ ЯРЫСЫ. Переводится как полуночь. ГЕДЖЕ ЯРЫСЫ НАДА получается в полуночи. То есть это будет обозначать ровно в 12 часов ночи. Или в 0.00 часов. ГЕДЖЕ ЯРЫСЫ НАДА. Ну вот про время вроде бы все мы просмотрели. Теперь для того, чтобы закрепить материал, вот у вас картинка будет комната, в которой будет очень много разных часов. И мы попросим Филис Ханым, чтобы она нам назвала время на этих часах. Но она умышленно забудет об одних часах и не назовет их. И ваше дело будет определить, какие часы она не назвала и написать в комментариях этот ответ. Приятного просмотра. Слушайте. Филис Ханым. До скорых встреч. Филис Ханым. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok